Ну, по поводу восьмерки. Ну, прежде всего, давайте договориться удалось. Принято коммунике по Сирии, в котором была учтена российская позиция. И надо понимать, что Путин в очень непростой ситуации одержал огромную победу. Он не только не допустил принятия меморандума, в котором содержалось требование ухода Асада, но и, напротив, настоял на том, чтобы вся восьмерка без исключения поддержала конференцию Женевы-2 по Сирии. И позиция Путина, где он отстаивал принципы международного права и принципы не двигаться под влиянием сиюминутных обстоятельств, отстаивая фундаментальные принципы, защиту тех самых от возможных религиозных и этнических чисток многих миллионов людей. Ухода Асада надо понимать, что может кончиться гигантской кровью. И это Путин в открытую сказал. Во-вторых, в европейском общественном мнении нашло понимание его позиция, что нельзя давать в руки оружие тем, кто убивает священников, кто убивает мальчишек, которые неудачно пошутили, и руки по локоть в крови у тех, кто снабжает мятежников оружием. И когда некоторые проводят параллель, к сожалению, российские оппозиционеры безголовые проводят параллель с Испанией, здесь надо понимать, Советский Союз поддерживал законное правительство Испании против тех, кто поддерживал мятежников. И сегодня Россия поддерживает законное правительство Сирии, которое сражается с международным терроризмом. И я думаю, что эта точка зрения, это результаты опросов общественного мнения, начинает пробиваться в западном общественном мнении. И думаю, что ситуация в Египте, где политический ислам потерпел сокрушительное поражение и выиграли все-таки секулярные силы, которые выступают за секулярную демократию, является движением в правильном направлении. Я думаю, что это сигнал к тому, что арабская весна закончится действительно демократическими образованиями, а не попранием прав человека, фундаментальных прав человека под лозунгами ислама.